В Нефтьюганске подвели итоги фестиваля «Двойняшек». Он прошел в режиме онлайн и объединил детей всех возрастных групп. В этот раз участникам пришлось непросто. Для них были придуманы задания. Обо всем подробнее в сюжете наших коллег. Две капли «Двойной талант» и «Авангард». Всего у фестиваля «Двойняшек» было три номинации. Возрастная категория от самых маленьких до подростков. Кто-то присылал фотографии, кто-то прям так творчески подошел. Там целые видеоролики, фильмы. В общем, очень интересно было. Уплажнее всего, конечно, было же время. Потому что оценить всегда трудно людей. А медли их еще и двое. Так это вообще вдвойне сложно. Некоторые подходили особенно творчески. Ставили театральные постановки, делали свои костюмы, читали собственные стихотворения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все участники вложили в свои работы частичку себя. Организаторы надеются, что в следующем году они смогут лично наградить каждого маленького участника. Если в традицию войдет, будет очень даже хорошо, потому что сам по себе фестиваль интересный. В этом году, конечно, он отличается финально. Потому что в прошлом году это был просто праздник, на котором собрались двойняшки, тройняшки. А в этом году они выполняли задания. То есть пришлось потрудиться не только родителям, но и детям. Дети и их родители получили грамоты и памятные подарки. А все работы участников можно посмотреть в группе «Клуб молодых семей». Галина Зорина, Дмитрий Смирнов. Телерадио компания «Юганск». Специально для программы «Вести Егория». Специально для英cit «Хîганск». в общем-то, это самая шкаф Saul-хоцентральная программа «Клуб молодые семья». Продолжение следует...